Станция метро Прокшино Расположена недалеко от деревни Прокшино По которой и получила свое название Новомосковский административный округ Поселение Сосинское Трасса Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе Автобусные остановки метро Прокшино Еще один наземный участок Сокольнической линии Идет параллельно трассе Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе Вот такой небольшой сквер у метро Большая парковка Вход в метро тоже через надземный переход Линия номер 1 1935-2019 84 года Потому что именно на ней были открыты первые станции Московского метрополитена И именно на ней В данный момент открыты последние станции Московского метрополитена Последние новые Тут же Лифты Скорее всего пока Не работают Бордовый Переход Станция Сажают в деревья Благоустраивают территории Ну лесной массив тоже есть Ульяновский лесопарк Прокшино Дружба Полтора Километра Тут внизу поезд Еще старый В основном уже новые поезда Интервалы большие Потому что Мои Большинство поездов следуют Еще до станции метро Салариева Перерывы тоже достигают 6-7 минут Как и на Некрасской линии Деревня Прокшино ЖК Дубровка Испанские кварталы Дружба Славиная роща Хованский труд Объектируемый проезд Номер 7029 Как раз Трасса Которая в будущем Будет Между Варшавским шоссе И Солнцево Вход в метро А прямо переход На другую сторону Вдоль этой Трассы Внизу станции метро Прокшино Наземный участок Первое Звучит Уже станции метро получают свои названия от близлежащих деревень. Движение на юг, в конец нового участка. Движение на юг, в конец нового участка. Движение на юг, в контраст. Допустим, если будет маршрут, охотный ряд Прокшина. Потому что именно на этой линии есть станция метро Охотный ряд. Самый центр Москвы. Многие просто могут не поверить, что это сейчас возможно всего на одном виде транспорта. Еще и на одной линии метро. Теперь до центра Москвы 30-45 минут. Раньше приходилось тратить больше времени, пока не было этих станций метро. Улучшило транспортную систему. Вот еще лифты. Скоро заработают. Вот пол до потолка тоже около 30 метров. Прокшина, this is optional. О подозрительных предметах сообщайте машинисту. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция и вода. В этих поездах прохладно. Вот сейчас аномальная жара. Завтра еще жарче. Это последний день. Больше 30 градусов. В Москве есть комнаты прохладные. В каждом прогрессивном округе можно найти. Даже в Троицком или Новомосковском. Шумозащитные заборы. За забором идет благоустройство территории. Будут появляться новые жилые дома. Коттеджный поселок видно. Филатов, Лук и Прокшина. Остается снять еще две станции. Ольховая и Коммунарка.